Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Артиллерия у бывшего артиллерийского офицера Бонапарта играла в сражениях особо важную роль. Ее сосредоточенный огонь расстраивал ряды противника и прокладывал дорогу к победе для пехоты и кавалерии. Естественно, что Наполеон не мог не обеспечить такой мощной поддержкой свою главную ударную силу – гвардию. Поэтому в составе императорской гвардии были сформированы и очень активно действовали элитные артиллерийские части, а также другие подразделения, обеспечивавшие отлаженную и бесперебойную работу гвардейских орудий. Артиллерийские части в гвардии Наполеона были сформированы в 1804 году. Причем это были подразделения не пешей, а конной артиллерии. Поначалу существовало всего две конные роты, в каждой из которых было 98 человек. Четыре четырехливровых орудия или по другой терминологии четырехфунтовых орудия и две шестидюймовых гаубицы. В апреле 1806 года численность гвардейской конной артиллерии была увеличена. Теперь это был уже артиллерийский полк, состоявший из трех эскадронов, в каждом по две роты. Причем теперь каждому эскадрону, кроме канониров-ветеранов, приписывались 20 учеников-велитов. А в 1808 году, в связи с включением в гвардию пешей артиллерии, гвардейский конно-артиллерийский полк был сокращен до четырех рот. В это же время был усилен орудийный парк гвардейцев. Теперь в каждой роте было четыре шестифунтовых орудия и две гаубицы. В этом составе полк и вступил в русскую компанию. Условия приема в конную артиллерию императорской гвардии не менее восьми лет службы, участие как минимум в двух компаниях и рост не ниже одного метра 65 сантиметров. Служба в конной артиллерии считалась очень почетной и достаточно опасной. Ведь именно подвижные конные артиллеристы постоянно бросались в самое пекло сражения, чтобы обеспечить огневой перевес на важном участке боя. А в случае нужды артиллеристы даже вступали в сабельную рубку с противником. Наверное, поэтому жалование конных артиллеристов было несколько выше, чем у остальных гвардейцев, а их форма особо пышная и дорогостоящая. Парадная униформа гвардейских конных артиллеристов для выделения этого рода войск шилась по образцу гусарской. Даламан, чакчиры и отороченный черным мехом ментик имели темно-синий цвет. Шнуры, голуны, лампасы и выпушки у рядовых красные, у офицеров золоченые. На походе гвардейские артиллеристы носили сюртук и жилет тех же цветов. Головным убором конных артиллеристов служила меховая медвежья шапка с красным шлыком и красным султаном. Пешая артиллерия в гвардии Наполеона была создана в апреле 1808 года и поначалу состояла из четырех род. В 1810 году их количество увеличилось до восьми, а в 1812 году до девяти. Тогда же они были объединены в гвардейский пеший артиллерийский полк. Большинство рот состояло из четырех шестифунтовых орудий и двух гаубиц. Но третья и четвертая роты были вооружены шестью двенадцатифунтовыми орудиями. В этом составе гвардейские пешие артиллеристы и вступили в Россию. В 1813 году, стремившийся к расширению своей гвардии Наполеон, приказал создать второй гвардейский пеший артиллерийский полк, который получил права молодой гвардии. В 1814 году в связи с усложнившимся положением и недостатком сил, пешая гвардейская артиллерия была объединена с линейной артиллерией. Чтобы быть зачисленным в гвардейскую пешую артиллерию, французскому артиллеристу было необходимо прослужить в линейных частях не менее шести лет и иметь рост не менее одного метра 76 сантиметров. Форма пеших артиллеристов гвардии в целом соответствовала общеармейской артиллерийской, но имела ряд особенностей. Гвардейцы ходили в темно-синих мундирах фрачного типа старого образца с красной выпушкой. На ногах они носили белые гамаши летом, зимой черные. Кивера в гвардейской артиллерии носили только до 1810 года. Затем канонирам выдали меховые шапки с козырьком. Красным султаном и шнурами. Подвижность и необычайная для того времени маневренность французской пешей артиллерии напрямую зависела от того, что в наполеоновской армии были организованы артиллерийские поезда. Транспортные роты обеспечены достаточным количеством солдат и тягловых лошадей, обеспечивавших быстрое передвижение орудий к месту сражения. Существовал такой поезд и в гвардейской артиллерии. В 1806 году он представлял собой транспортный батальон, состоящий из шести рот. А в 1812 году число рот увеличилось до восьми. Солдаты артиллерийского поезда носили форму общеартиллерийского образца, но голубовато-серого цвета с черными лацканами и воротником. Выпушка красная. Во французской армии инженерные войска входили в состав артиллерии. Однако императорская гвардия не имела инженеров вплоть до 1810 года, пока во дворце Сен-Клу не случился пожар, в котором едва не погибла вся семья Наполеона. Тогда-то, во избежание повторения таких инцидентов, император и приказал учредить в гвардии инженерную роту, в обязанность которой входило в первую очередь обеспечение бесперебойной работы пожарных насосов в императорских дворцах. Однако Наполеон не был бы Наполеоном, если бы его солдаты занимались только мирными делами. Конечно же, в походах инженерная рота следовала вместе с гвардией и обеспечивала артиллерии обустройство ее позиций. К 1813 году в гвардийской инженерной роте числилось 250 человек, а в 1814 году уже 400 солдат. После отречения императора рота была распущена. Инженеры гвардии носили синие мундиры общего типа с черными лацканами и воротником, и красной выпушкой, черные гамаши. Отличительной особенностью инженеров была каска с черной меховой гусеницей и золочеными накладками. Продолжение следует...